Работа журналиста это общение. И не даром тех, о ком рассказываем в сюжетах, мы называем героями. Потому что они действительно герои. Они не жертвуют собой ради других, не получают правительственные награды, их имена не гремят на весь мир. Но от этого их талант не становится менее значимым, а жизнь менее интересной. О таких людях, которыми запомнится ушедший 2017-й, расскажет моя коллега Юлия Абрамова в нашей рубрике «Итоги года от». У профессии журналист есть отличная особенность. Она позволяет нам постоянно удивляться. Казалось бы, к потоку информации и новым знакомствам за годы работы пора бы и привыкнуть. Но нет, окружающие люди по-прежнему восхищают. Талантом, энергией, безграничным воображением. Такое общение вдохновляет. В начале 2017-го в моем личном лирическом списке появилось еще одно имя. Молодого курского поэта Виталия Маршака. Поводом для знакомства стал амбициозный проект. Тур по 28 городам страны. На такие гастроли не каждый решится. Я же прекрасный писатель и мудрый поэт. Я почти как Минаев и уже как Пелевин. А мне только всего 20 лет. Такая самоуверенность лишь на бумаге. В жизни исключительная скромность. Он пишет чаще всего о любви и всегда о себе. Делится зарифмованными переживаниями в интернет-паблике и со сцены. Еще один герой 2017-го тоже собирался в путешествие, но Павел Глотов планировал не творить, выживать. В сибирскую тайгу его манил проект «Голодные игры». По задумке организаторов, 30 человек должны были провести 9 месяцев под прицелом 2000 камер. Самостоятельно построить дом, позаботиться о воде и еде, перезимовать в практически нечеловеческих условиях. Я считаю, что цивилизация загоняет человека в какие-то ужасные рамки жуткие. В эти флажки, за которые нельзя ходить, вот эти ниши. В результате человек страдает кучей стрессов, фобий, очень болезней, которые связаны с цивилизацией. Философия Павла вдохновила и курянку Карину Некрасову. Хрупкая девушка всерьез собиралась побороться за главный приз проекта – 100 миллионов рублей. Но основной задачей было преодоление себя. Не испугали ни полчища комаров, ни возможная встреча с медведем. Медведи, они не нападают никогда первые на людей. Самый опасный зверь – это человек. Находясь здесь, в нормальных условиях цивилизованных, на работе, и то ругаемся, собачимся со своими коллегами, так же и дома. А там 9 месяцев с одними людьми, которые, по сути, тебе чужие, но тебе нужно с ними сжиться. Наши земляки вышли в финал предварительного голосования. У них были все шансы отправиться в тайгу. Только вот проект на деле оказался пшиком. Неудачной, на мой взгляд, шуткой новосибирского бизнесмена. Как дома в лесной чаще чувствуют себя и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Пробираться по непроходимым зарослям, блуждать в городских джунглях, тратить собственное бесценное время. Они готовы ради высокой цели – найти тех, кто потерялся. В 2017-м курский отряд отметил пятилетие. Сейчас в их рядах больше полусотни постоянных добровольцев. Но ребята обращаются к каждому. Именно ваша помощь может приблизить заветные слова «Найден жив». Нам всегда люди нужны, особенно на больших поисках. И у нас каждый ценен, даже тот, кто первый раз приехал. За 20 минут можно обучить человека, например, компасу и основу навигатора туристического. Они вдохновляются союз мультфильмом и Диснеем, но творят собственное кино. Школьники из Железногорского района осваивают азы анимации. Они самостоятельно шьют кукол, лепят своих героев из пластилина, стараются освоить как можно больше разных техник, придумывают саундтреки и озвучивают мультики. Процесс поглощает полностью. Свистульки – это не просто забавные фигурки. Каждая несет себе какой-то смысл. Но точку в профессиональном 2017-м для меня поставили незнакомство – событие. Мне довелось стать участницей пресс-конференции Владимира Путина. В зале собралось свыше полутора тысяч журналистов. Свыше трех с половиной часов глава государства отвечал на вопросы о Кулпера. Задать свой у меня, к сожалению, не получилось, но энергии от коллег зарядилась. К новым знакомствам и новым событиям готово. Надеюсь, в 2018-й их подарят немало. А нам остается только не разучиться удивляться. Юлия Абрамова и все операторы телеканала СЕИМ.